сегодня постараюсь ответить на вопросы к сожалению у нас офиса здесь нет мы сейчас перемещаемся по азии и но офис в принципе здесь не нужен да у нас есть офис москве он работает это новопресненский переулок дом 3 офис 2 10 минут от посольства сша в москве метро красно-пресненская либо абрикадным и так но первый вопрос у нас был хрома гражданин узбекистана позвонил мне вчера и спрошу у меня совета по поводу литовского паспорта по поводу того что кто-то ему сказал что за три тысячи долларов можно купить услугу по которой в клайпеде ему продадут конечно для меня это вообще дико но тем не менее продадут ему литовский паспорт он сядет на паром и из клайпеды доедет до соединенных штатов до какого штата я не знаю куда он доедет я тоже не знаю вот услуга это стоит 3000 долларов делается там в течение там пяти семи дней вот и он не спрашивал совета отвечаю хром мы вот такими делами не занимаемся вообще из нашей практики был такой случай у нас был клиент было вернее это гражданка украины зовут она решила пойти по пути тоже не совсем честному оформлением российского паспорта обратилась в интернете в компанию в компании пообещали за неделю сделать российский паспорт стоимость российского паспорта 85 тысяч рублей значит там интересный такой рекламный трюк что оплаты только после того как вы увидите свой паспорт в общем ей через неделю показали ее паспорт с ее фамилии с ее фотографии так как она пересылала свои фотографии данные вот она она перекинула 85 тысяч рублей на какой-то там счет вот но и в итоге про него благополучно забыли она позвонила мне горит илья меня кинули меня обманули что делать игры но я просто не знаю вот эти вот игры мы не играем у нас есть официальный порядок получения российского гражданства вот об этом мы делали видео это можно посмотреть там буквально видео двухнедельной давности каким образом можно получить легально российское гражданство сколько по времени это занимает какой нормативный правовой акт используется для данных действий то есть все это можно увидеть и все это можно в принципе изучить и посмотреть на нашем сайте и так и хром меня вот такой вариант как купить паспорт литвы где-то там в литве но я так думаю это будет скорее всего дубликат это будет поддельный паспорт который используется как второй документ у гражданина литвы просто вклеют вашу фотографию с этой липовой бумагой вы поедете в соединенные штаты но не знаю если вы экстремал я вот тоже экстремал занимаюсь парашютным спортом но в такие игры я не играю если говорить про литовское гражданство но достаточно форумов до связанных с литовским гражданством у нас есть закон по которому можно получить литовское гражданство вот я сегодня так поизучал и ты хотя тема которой мы не занимаемся у нас направление скандинавии соединенные штаты вот это закон 2004 года номер 9 дефис 2206 о правом положении иностранных граждан то есть закон он дополнялся он изменялся насколько я знаю в 2016 году было последнее изменение в этом законе вот это было 17 07 2016 года публикация 30 июня внесли и утвердили поправку вот то есть там связано со с организацией с наймом предпринимателей литовцев до граждан литвы это все можно посмотреть на самом деле для того чтобы получить вид на жительство сначала это нужно где-то 6 месяцев после этого будет какой-то срок дата это все можно посмотреть законе и на форумах до ожидания и дальше будет уже постоянный вид на жительство и только после этого гражданство но это не менее пяти лет а тут человеку предложили за там неделю до быстренько все сделать но это скорее всего да не скорее всего а точно так и есть это просто мошенники ваши деньги благополучно исчезнут так что я не рекомендую хотя вот если взять литовцев до граждан литвы да у них есть реальная возможность въехать соединенные штаты до 90 суток есть электронная система авторизации путешествий значит будет стоить это 14 долларов вы заполняете все это на сайте заполняется буквально там за 10 минут и вы на почту получаете электронное разрешение оплачиваете после этого 10 долларов и того получится 14 можете въехать соединенные штаты и находиться там 90 дней максимум то есть такое есть это называется ест и электронная система авторизации путешествий и так я думаю что я ответил на вопрос хрома и хром еще раз скажу что у нас компания юридическая и вот такими делами мы не занимаемся какие-то левые паспорта какие-то непонятные бумаги все что мы делаем если мы говорим про российское гражданство все это на основании федерального закона о гражданстве если говорить про россию да если мы говорим про литву то это направление нам вообще не интересно насколько я знаю там есть свои особенности там есть на законодательном уровне уровне условия по которому гражданин иностранец может получить это все это вы можете увидеть на сайте тематическом на форумах почитать плюсы минусы и так далее нам это не интересно у нас есть сша у нас есть скандинавия швеция норвегия вот это интересное направление мы им занимаемся вот так второй вопрос сегодня был и общался с гражданином армении где-то наверное часа два мы с ним разговаривали он запланировал переехать у него российский паспорт из москвы в соединенные штаты в лос-анджелес там как раз находится очень многочисленное сообщество национальности по его национальности армия армия не да то есть там большое сообщество туда можно приехать я думаю что они помогут своим вот и он рассказал мне что ну когда мы зашла кейсе так как он нас планирует заказать кейс на политубежище что есть блогеры есть ютуберы есть даже юристы которые говорят что зачем вы делаете кейс на политубежище в своей стране этого не надо делать вы приедете в соединенные штаты и мы вам здесь все сделаем ребят вот сразу к вам вопрос может кто-нибудь из вас сказать чем вы будете усиливать этот кейс то есть из чего он будет у вас состоять что будет основа этого кейса но многие из вас знают что кейс делится на три части да эта история в которой присутствуют эпизоды вторая часть это доказательная база как раз то что вы будете делать в соединенных штатах не знаю только как и третья часть это сми и отчеты правозащитных организаций то есть каким образом вы будете делать это в соединенных штатах но хорошо вот у вас есть клиенту которого нормальная история достаточно эпизодов а если у вас приехал человек у которого ничего нет что вы будете ему продавать человек получит отказ на интервью потому что я так думаю что его кейс будет состоять либо из ложной информации которую вы вложите в его кейс либо это будет просто накачка отчетами и сми полностью по стране ну здрасте а что у нас этого достаточно для того чтобы кейс стал сильным нам нужно конкретно показать что у человек человек дискриминируем на дискриминат факты дискриминации до человек в безопасности его здоровье находятся под угрозой если этого нет тогда вопрос что что вы будете показывать он получит человек отказ куда он с этим пойдет дальше опять же к вам для того чтобы заплатить вам еще деньги вы повели его в суд не но мы так такими делами не занимаемся у меня человека уже на факте сбора информации для кейса понимает выигрыш на его кейс или нет то есть если мы видим что эпизодов недостаточно да ты находишься в своей стране ну допустим что тебе мешает да если ты недоволен властью да если ты планируешь переехать и податься на политубежище но у нас есть возможность выйти и делаем фотографии мы все это приложим и ваш кейс он будет сильно если этого нет ну смысл то есть но при этим соединенные штаты просто разница между теми кто находится там да подает на кейс и теми кто находится здесь она существенная то есть если допустим вы находитесь в соединенных штатах да и у вас вы уже с просрочен там просрочены все все срок да то есть там 6 месяцев прошло ваша туристическая виза все вы уже нелегал все особенно сейчас при новом президенте но поймают вас денег депортируют то есть вы начинаете задуматься как же мне легализоваться начинаете искать брак я это видел до многократно кто-то там пытается где-то фиктивный брак сделать до пытаются еще как-то нового а как еще виза и фан получить после туристической возможно но нужно показать деньги на счету у вас они есть отлично покажите там должна быть определенная сумма об этом может смотреть на нашем видео как сделать переход на визу и фланг вот если денег недостаточно на счету если у вас не было обороты на счете этого невозможно то есть второй вариант это подать на политубежище и как раз вот здесь возникает вот это вот все да вот этот факт и мошенничества когда человека берут обещают ему дать что-то ему там делают и отправляют его на интервью в итоге он проваливает интервью и вы же начинаете с него там как с дольной коровы ой нужно туда нужно сюда нужно туда нужно сюда и в итоге человека там стресс у человека там существенные расходы финансовые трясется он боится что в любом депортируют не знаю по моему нужно пользоваться случаем если вы находитесь в своей стране если вы планируете подать на политубежище нужно готовиться заранее нужно знать чем вы пойдете потому что но я не буду раскрывать да все особенности формирования кейса но нормативно-правые акты которые нарушаются то есть нормы закона которые нарушаются они они носят международный характер и можно быть самым обыкновенным местечковым юристом чтобы понимать на основании чего вы подаете на кейсы и что мы будем использовать в виде оснований на наш канал сходите на наш сайт usadefisvisa.com в нашу группу фейсбук кстати у меня появилась новый сайт сейчас мы в ближайшее время запускаем амигран dfislaw.com он будет сориентирован исключительно на политубежище убежище в том числе и в своей стране всем всего доброго пока